Всем привет! Вторая половина октября, раннее утро. Я сегодня снова приехал на заросшее поле за рыжиками. И вот буквально только сошел с дороги, зашел в лесок. Смотрите, какие красавцы стоят. Молоденькие, свеженькие, рыжики. Вчера прошел хороший дождь, и ночь была теплая. И, видимо, малыши подросли. И надо прям очень внимательно смотреть в иголках. Здесь их достаточно много. Но чтобы найти, нужно вот так поднимать подстилку. И вот такие красавцы попадаются. Ну а вот размеры покрупнее. Такой уже полновесный. Прямо в травке. Да, и они почти все чистые. Смотрите, какие рыжики меня сегодня встречают. Они все, все, все чистые. Красота, ребят. Но я думаю, сегодня будет не хуже, чем вчера. Надеюсь, сегодня меня дождь не прогонит. И получится собрать целую корзину. Ну а следом попадается рыжик монстр. Вот такой здоровый. Ну, скорее всего, он будет уже, ну да, большой червивый. Но зато красивый. А маленьких, где рядом, не видно. Да, ребят, похоже, сегодня будет интересно. Я не прошел еще и пяти метров по лесу. Буквально кружусь на одном пятачке. И уже вон, сколько рыжиков нашел. Ой, тоже какой здоровый. Во. И, кстати, смотри, чистый. И парочка вот таких красавцев. Пока буквально хожу вот вокруг этих сосен. Просто обошел их вокруг. И нашел уже десятка-полтора рыжиков. Ну, тут прямо в этой траве их просто десятки. Смотрите, какими пятнами они растут. Раз. Два. Три. Четыре. Из одного сростка. В самой-самой густой траве. Просто вот так вот раздвигаешь, раздвигаешь. И высматриваешь. Здесь мало кто их смотрит. И они успевают вырасти довольно-таки большими. И снова вот в листве рыжики-мутанты. Вот это размер. Ну да, конечно, уже не первой свежести. Но посмотрим вот этих. Ну, вот этот крепкий, хороший. О, какой. Довольно-таки крупный. А вот еще один. Небольшой. Ну, прям начало хорошее. Вот, буквально минут десять. И такой результат. Давайте посмотрим. Здесь червивенькие. Ну, посмотрим, что внутри. Ой, маленькие тоже червивенькие. Да, эти, похоже, все будут червивые. Но, может быть, только середка, края будут чистые. Вчера я проверял. В основном по краям рыжики хорошие. Тоже вот в листве не так просто их заметить. Вот тропинка буквально вот в метре. Но, видимо, вчера они были чуть поменьше. И под листвой просто были не видны. Никто их не нашел. Хотя вчера здесь народу было много. Конечно, много пропускаешь и сам. Далеко не все находишь. Но, тем оно и интереснее. И, кстати, эти похожи чистые. Да, вот этот, по крайней мере, чистый. И этот тоже чистый. Но, те, которые были до этого, вот. Большой, смотрите, внутри. Хороший. И эти тоже. Вот пара дырочка. Остальное мясо хорошее. Ну, как я и говорил. В основном только середина червивита, края. Ну, далеко не у каждого. Да, что-то в этом месте какие-то они все огромные. Вон какие в опухе. И при этом, смотрите, относительно чистые. Вот немножко есть в пластинках. Но, в целом, нормальный гриб. Мы его дома почистим. И пойдет на жареху. Вчера нажарил. Свеженький, со сметаной. Целую сковороду съели. Замил душу. Что значит, изголодались по новому вкусу. В этом году я второй раз всего лишь за рыжиками приехал. Вчера был первый. Ну, и, конечно, когда ешь в основном одни белые, шампиньоны. Ну, лесные шампиньоны, имеется в виду. Вкус рыжиков. Первый раз в году. Это настоящий деликатес. Так что сегодня еще одну сковороду буду жарить. Точно надо сбивать охотку, которую до конца еще не сбили. Ну, и насолить, конечно же, тоже. Да, ребят, рыжики точно подросли. Вчера я тут ходил. И явно вот это бы я не пропустил. Смотрите, какая балямба из рыжиков. Сразу шесть штук в одном месте. Вот такая красота. А вот тут, интересно, да, еще один. Семь. И вот тут, наверное, тоже будет рыжик. Смотрите. Нет, рядовка. А рядом тоже паучинник какой-то. Но, тем не менее, вот такая полянка есть. Ну, это просто рыжиковый рай. Буквально вот тут я собрал ту полянку. Немножко прошел. Посмотрел ловничок. Смотрите. Какие тут стоят красавцы. Опа. Раз. Два. Вот это размер. Да, и второй день хожу по тем же самым местам. Они явно подросли. Ну, какие-то не заметил, конечно. А какие-то, видимо, были очень маленькие. Их было просто не видно. Потому что они были под листвой, под травой. Ну, а сегодня подросли. Вылезли. Подняли подстилку. Показались. Ну, и, конечно, надо проверять бугорки. Это, наверное, самое интересное. Потому что интрига. Не знаешь, кто там. Или рыжик, или рядовка, паутинник. Все что угодно. Нет, но так уже не интересно. Вот собрал в этом ивничке. Прошел 5 метров. Вот рыжики стоят. Грешно жаловаться, конечно. Но хотелось бы немножко поискать. А тут буквально по 3-4 метра проходишь. И находишь 2-3-5 грибов. Вот такие дела, ребят. Красавцы какие. Ну, чистые опять. Видно сразу. Ох, какая красота. Как я люблю их собирать не в траве, а в соснах. Ой, поломался даже. А вот еще, смотрите. Как-то он тут. А, это маленькие вообще. Три штуки лезвы. Такие мы оставим. Да, в соснах, конечно, красиво. Вот еще один стоит, смотрите. Под иголочками. Отыскивать их. Но в траве тоже прикольно. Но посложнее. Но там их обычно больше. Ну, а вот в траве, посмотрите. Какого размера они вымахали. Вот эти, правда, уже, скорее всего, царевшие. Да, червивые вот эти большие. Видите, какие. А под ними маленькие. Раз, два, так, три, четыре, пять. Здесь. А, тоже такие вот, царевшие, маленькие совсем. Вот тут какие огромные. Посмотрите, что творится. Так, сейчас я их попробую аккуратненько вытащить. После дождя, конечно, такие они, сыроватенькие. Червивые. Видимо, здесь червячки до них добрались. Но маленькие будут хорошие, точно. Так, давайте смотреть. Ну, большой, понятно. Весь червивый. Так, здесь хороший, смотрите. Сразу берем. Маленький. Хороший. Вот этот, средний. Посмотрим. Смотрите, хороший. Так, тут. Хороший. Я думаю, тоже будет хороший. Да, все маленькие хорошие. Ну и вот опять. Заметил одного рыжика. Присел. Осмотрелся. Смотрите. Раз. Рыжик. Два. Два. Рыжик. Здесь. Три. Четыре. Итого вместо одного получается пять. Вот так вот. Главное заметить одного. А дальше просто начинаешь смотреть, рыться, как я уже говорил. А их много. По одному они не растут. По крайней мере сейчас. Ого, какой рыжик. Вот это размер. Если еще и хороший будет, то вообще прям красота. Так, посмотрим. Смотрите. Идеальный. Чистейший. И он не один, как обычно. По одному они не растут сейчас. Опа. Еще один чистенький. Так, так, так. Вот еще один. Ага. Все чистые. Ну и пока больше не вижу, но если пошебуршится, может быть где-то есть еще. Да, вот он рядышком еще один стоит. Ой. Поломался. Но это он сам. Уперся просто в подстилку. Не смог ее пробить. Наверное, хороший тоже, да, смотрите. Идеальный чистый. Ой, а здесь у меня еще один под ногой. Чуть не наступил. Вот так вот. И тоже хороший. Да. Не просто-непрост их найти. Но тем оно и интереснее. А вон я еще вижу. Вон он стоит. Рыжик. Так, здесь нету. И тоже чистый. И это еще не все с этой поляны. Прямо на кочке. На муравейнике. Вон какие выросли. Два рыжика. Ну и тоже просто вот идеальнейшая. Сегодня, кстати, состояние грибов ощутимо лучше, чем вчера. Вчера где-то процентов 40 было червилых. Сегодня процентов 20. Что не может не радовать. Ну вот она, эта кочка. Вот тут я их собрал. Развернулся, посмотрел. А вот смотрите, какие тут монстры стоят. Раз. Два. Так, здесь надо посмотреть сразу. Может быть еще есть. Здесь вот третий. Так, как бы его сорвать, чтобы не поломался. Опа. Три. Фух. Вот это грибочки. Вот это красота. А вот это что за бугорок? Давайте посмотрим. Оба-на. Здесь же, с этой же полянки. Вот я их срезал. Кстати, два были довольно-таки чистых. Один грязный, червивый. Но вот рядышком еще и молодой вырос. Молодой, наверное. Да. Вообще, просто идеал. Прямо с одного места. Вот просто кружусь, смотрю-смотрю внимательно. А тут их целая поляна оказывается. Вот тут, наверное, нет. Нет, земля. Вот, рыжики вижу. Пожалуйста. Опа. Опа. Так, здесь интересно. Вот в этих кочках нет. Вот тут. Да, надо прям каждую кочку проверять. Сбор получается не быстрый. Перемещение небольшое. Но, тем не менее, продуктивно. И это еще не все, ребят. Вот еще стоит рыжик с этой же поляны. Ой. Он, наверное, червивый будет. Довольно-таки хрупкий. А нет, смотрите-ка. Нормальный рыжик. Тут я, похоже, набрел на место, где особо никого и не было вчера. Я вчера сюда тоже не ходил. Я вот там чуть правее лазил. А сюда не дошел. А сегодня решил новые места посмотреть. Думаю, что там ходить по одному месту. Интересно посмотреть, что дальше в поле. Может, какие-то есть места более перспективные, где их больше. Ну и вот, похоже, одно такое место я нашел. Ну и надо сейчас вот и траву всю вот эту просматривать. Вообще прям досконально. Каждый метр, лучше даже каждый сантиметр. С земли осматривать. Потихоньку, не спеша, вот так смотреть бугорочки. Ну и где-то, может быть, торчащие края шляпок. Ну пока вот, а нет, пока вот, вот уже вижу. То хотел сказать, что не вижу. А тут вон какие монстры, ребят. Как боровик. Ножка. И еще один. Ну да, похоже, тут не особо хожено. И можно будет даже вот с этого маленького лесочка, а он реально небольшой, дальше уже вот поле, трава. Ну набрать какое-то количество, при том неплохое. И приятно собирать, нет травы, грибочки крепкие. Ну тут немножко червивый. А это, наверное, да, это идеально чистый. А тут, наверное, ножка на выкид. Да, дальше, смотрите, там дырочки есть, но совсем немного. То есть можно будет его пообрезать дома. Все, берем. И идем дальше на поиски вкусных, ценных, красивых, ярких, ароматных грибов. Как только их не похвалил. Но я просто обожаю рыжики. Но давайте снова поищем рыжики. Как думаете, где он? Вот он. Обожаю их откапывать. Опа. Вот это прям вообще. Смотрите, какой он мясистый. Какой он толстый, мощный. Скорее всего, тоже не один будет на этом месте. Надо будет потом пощупать здесь еще. Ну а так вот, идеально чистый. Красивый рыжик. Так, вот тут интересно, кто рядовки. Да, очередная полянка рыжиков. Да, размер отличный. При том, что они в основном все-таки чистые. Крупный размер не смущает. Все-таки осень. Так, это кто? Масленок, да? Все-таки уже поздняя осень. И червивость. Ну такая, относительно небольшая. Если было бы это летом. В августе. Ну, большие рыжики, скорее всего, все бы были червивые. Опять вот они прячутся в траве. Раздвинул. Осоку. А тут целая поляна их. Вон какие. Маленькие. Вот большие. Так, аккуратненько. Опа. Вот сколько их тут еще. На длинных ножках в траве. Пытаются вырасти. Пробиться к свету. Наверное, червивые, да? Кстати, в траве червивость повыше. Тут влажности больше. И уже какой-то процент из них. Ну, такой ощутимый процент. Червивый. Ну, тем не менее, вот полянка. Довольно неплохая. И размеры вон такие. О. Большие, наверное, червивые здесь будут, скорее всего. Да, он уже видно. Ну, маленькие хотя бы, может быть. Да, большие прямо вон в труху. Здесь, наверное, тоже. Хотя нет, здесь можно будет посмотреть даже. Да, и здесь можно будет краешек посмотреть. Ну, вот эти маленькие, я думаю, хорошие. Ну, относительно, относительно. Вот только самые маленькие, чистые. Ну, ладно, и сейчас посмотрим. Ну, а вот попались и волнушки белые. Они же белянки. Нормальный такой сросток. Классный гриб для засола. Ой, они тоже этим поражены грибком. Хотя вот это хорошее, видите. Отличается от рыжего и цветом. И, ну, немножко внешним видом. Эти грибы в засол. И снова вот такие огромные красавцы. До этого, кстати, смотрите, попался какой. Здоровенный и чистый. Ну, один. А тут парочка, чуть поменьше. Ну, вопрос в чистоте. Вот это, конечно, явно уже все. По крайней мере, ножка у него загнила и дальше он. А вот этот, интересно. Так. Ну, а здесь, кстати, можно будет даже обрезать. Ну, и вот помимо рыжиков, в этих местах попадаются и другие грибы. Например, такие, как подберезовики. Я их нашел уже с десяток. Решил вот этих снять, красавцев молодых. Подберезовиков здесь просто полно. Поляны за поляной. Вон какие. Ну, это уже старенькие. И при этом довольно-таки чистые. Тоже будем брать. На маринование, на сушку. Отошел от березок в сосны. После подберезовиков. После подберезовиков. И сразу вот они. Рыжули. Вон какие. Опять целыми сростками. Красавцы. Опа. Тут четыре. Так, здесь. Нету нигде. Вот они стоят. Видите? Вот опять сросток какой. Раз. Два. Три. И опять четыре. И вон пятый большой рядом стоит. Вот какой. Ну, это, походу, трухлявый. Ну, посмотрим. В общем, да, вон, трухлявый. О, вот еще рыжики, смотрите. Просто под рукой. Так. Вот маленький. Вот еще. Да, где вот не хуже, но они прям здоровыми полянами растут. Сразу штук по 10, по 15 из одного места практически. И пучки по 5, по 6 из одного корешка. Нормально. Покружусь сейчас тут. Может быть, что-то еще есть. Ну, и вот снова в соснах вот такие красавцы. Три штучки мощных рыжика. Ну, и, наверное, сейчас уже особо снимать не буду. Потому что, ну, монотонно, однообразно. Буду показывать только самые интересные находки. Большие поляны или очень мощные, крепкие грибы. Ну, и уже по традиции опять начинается дождь. Но, правда, не сильный пока что. Пока терпимо можно находиться в поле, в траве. Не особо сыро. Но, в любом случае, потихоньку надо уже двигаться обратно. Набрал пока что вот, ну, где-то чуть больше половины корзины. Под березовик еще попадаются. Я их в рюкзак убираю. Там почти целый рюкзак уже их. Ну, и рыжики. Вон какой монстр. Очередной попался. Ну, кстати, относительно неплохой. Ну, и все, ребят. Опять разошелся дождь. Переходящий в ливень. И на сегодня заканчиваю. Потому что лазить по траве не особо приятно. У меня уже вон рукава можно выжимать. Не дала мне опять погода добрать целую корзину. Оставалось буквально чуть-чуть. Еще бы пару полянок хороших. И корзинка была бы целая. Но, в целом, неплохо все равно. Почти целая корзина достаточно таких чистеньких, отборных, крупных рыжиков. И маленькие рыжики тоже есть. И вот такие мутанты есть. При этом довольно-таки тоже. Вот, посмотрите. Чистая. И еще целый рюкзак подберезовиков набрал. Кстати, вот этого можно туда же к ним переместить. Положил сюда одного. Да, если бы не дождь, можно было еще походить и набрать. Ну, хотя бы вот корзинку целую и еще в рюкзак добрать. Грибы есть. И грибов немало, несмотря на то, что сегодня конкуренция хорошая. Народ тоже присутствует, несмотря на то, что будний день. Но все равно грибочки есть в количестве. Ну, и набрать можно много. Но в очередной раз погода мне это сделать не дала. Так что на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, поставить лайки и комментарии. А я желаю вам удачных походов в лес. И ни шляпки, ни ножки. Всем пока.